У меня в разное время были такие наставники, которые знали о том, что они мои наставники, и которые не знали, что это мои наставники. Вот назвать одного человека учителем, ну вот так как я это понимаю, я не могу в данный момент. В школе у меня были учителя, их несколько было, по русскому литературе Людмила Владимировна, по танцам Сергея Николаевича и Захарченко-Алантин, по истории, в нескольких школах были учителя. Дальше в университете, в университете я, наверное, не вспомню своих наставников, хотя мне нравилось то, что в университете делала Демкина, к сожалению, фамилиями я не помню, она была директором художественно-промышленной академии. Мне нравилось то, как она свои мысли выражала, как она со студентами общалась и в принципе то, что не бурлило там. Ну и мой декан был достаточно такой прогрессивный с точки зрения того, как она видела, как это должно было развиваться. Затем у меня была Наталья Владимировна Глебова, я в школе одно время проработал, был на ставке педагог-организатор, воспитатель, вот что-то там был какой-то микс. Да, у нас была, у меня был опыт работы, по-моему, где-то два с половиной года в 55-й школе, там был молодой классный директор, несколько завучи были молодых, мы как-то вот так притянулись друг к другу. Вот, Наталья Владимировна меня наставляла там, я был студентом, потом она ушла работать в бизнес, я ушел со школы, она мне тоже продолжила наставничество в разных компаниях, потом еще Headhunter открывали в Краснодаре, она была директором, я был менеджером в компании. Потом в другой компании был в компании Ньюман, которая была в течение года моим работодателем. Борис Зубов с Игорем Коньковым были мои наставниками. В общем, в принципе, получалось так, что я находил тех людей, у которых хотел чему-то научиться. И вот в дальнейшем, сейчас, например, Артем Миронов, до Артема Миронова был Вася Косырев с Иваном Черемных, это те люди, с которыми до них была и есть Ксюша Вострикова, это все те люди, которые как-то так или иначе со мной в партнерстве запускают проекты, ну или продолжают проекты. Вот, получается, что знакомость, выбирая себе либо партнера по бизнесу, либо наставника, это сейчас, да, получается такой микс обмена способностями, знаниями и он достаточно продуктивно воплощается в жизнь, как мне кажется. Вот, есть среди друзей несколько ребят, которые, ну не то чтобы наставники и естественно не учителя, но это совершенно точно те люди, у которых я спрашиваю совет, не стесняясь этого и выслушивая их мнение и прислушиваясь к нему. Да, в этом отношении как раз таки мы в середине нашего разговора вспоминали про то, как, точнее говорили о том, как мне получается создавать вокруг себя определенные группы единомышленников, вот по примерно такому же принципу. То есть я стараюсь выбрать, точнее я всегда выбираю на определенном этапе своей жизни, это по-разному бывает, календарный год, либо проект, либо в принципе, ну как бы ниши какие-то заполнять, да, вот Игорь Ман на определенный момент достаточно короткий стал, ну не то чтобы моим наставником, но очень много советов, пока мы общались, его привозили сюда с тренингами, по почте общались, по другим проектам мы придумывали, несколько идей у нас было, и несколько уже реализованных проектов было, вот достаточно там многому научился, то есть вот так как-то и происходит. Продолжение следует...